Итак, всем привет, с вами Дабгай. Начинаем играть в интересный новый мод Age of Imperialism. Карта здесь очень неплохо переработана, а сюжет в том, что Первая мировая война, как таковая, не началась. Была скорее серия каких-то конфликтов небольших, каких-то социальных реформ, в итоге которых на сцену вышли три основные, самые большие страны. Это Германия, Великобритания и Российская империя. Собственно говоря, Франция здесь, как я вижу, теряла еще дополнительные территории. Россия захватила себе дополнительные территории и стояла дополнительный контроль над новыми территориями. Германия, примерно как и в Кейзеррайхе, имеет свой альянс, рейхспакт и достаточно неплохое количество союзников и колоний по всему миру. Кроме того, у Германии есть еще какой-то хороший флот, хотя я его посмотрел, не слишком-то он и хороший. И в общем-то и мира намного интереснее. И, кстати говоря, мне в принципе нравится, как здесь сделана графика. Единственное, мне не нравится то, что здесь очень-очень мало понятно, какой фокус доступен. Потому что давайте возьмем доступный фокус, а вот он. Здесь очень малая разница, в отличие, допустим, от ванилы, либо каких-то других модов. Но что поделать. Так вот, Франция здесь сейчас в очень ужасном состоянии, в принципе, как обычно, почти во всех модах. У нас здесь политические волнения, мы проиграли в тотальной войне. Я так понимаю, был какой-то конфликт, который мы потеряли за территорию. И вот эти вот территории стали демилитаризованными. Что-то напоминает, правда? В принципе, из-за вот этого вот проигрыша я решил попробовать поиграть за Францию. Здесь есть побольше фракций. Я уже вижу, что здесь есть интегрализм, который, я так понимаю, более-менее похож на фашизм в ваниле. Но, очевидно, идеология все-таки другая. Вот, промышленность у нас такая себе. У нас есть фабрик немного. Совсем очень мало военных заводов и мало верфей. То есть, нам нужно начинать будет с нуля. Но у нас есть прекрасные фокусы. Давайте я вам покажу фокусы на промышленность нашу. Вот здесь вот нам будут давать просто тонну военных заводов, тонну фабрик, тонну верфей. И будем мы с помощью этих фокусов восстанавливаться, а затем и становиться сильнее Германия. И, я думаю, мы сможем вернуть свое. Поехали. Ну и пока что, как я и показывал, у нас доступны фокусы только первые вот эти вот армия, флот, авиация. И, то есть, в принципе, одинаково. Давайте начнем с армии, наверное. Кстати говоря, то же самое с технологиями. Мне не очень нравится. Видите, здесь оно чуть-чуть зеленым. Ну, как зелеными, как солнечными лучами что-то между. Отсвечено. Очень неинтуитивно видно, что с того доступно, в отличие от этого вот. Но, конечно, закрашенные уже сильно отличаются. Настроить мы будем, конечно же, в фабрике, потому что я ожидаю, что война начнется какая-нибудь у нас не скоро. Ну, как я ни разу не играл в этот мод. В принципе, очень новый. Так что я не знаю, когда она будет начинать война. Единственное, я уже по нашим фокусам видел, что у нас здесь есть Франция и союзники, смотрите-ка. Мы, в теории, будем в союзе с Австрией и Италией. Достаточно необычный союз. И, в теории, можем быть в союзе с Россией. Но, я так понимаю, как раз-таки Германия, Венелюкс, Швейцария и Британия будут нашими соперниками основными. В общем-то, посмотрим. Даже примерно до начала войны я, в принципе, не знаю. У нас еще есть, на самом деле, небольшой флот. Тоже. Несколько линкоров. Ну, такой очень-очень маленький. Я бы не сказал, что он даже способен защитить берега. Он вряд ли на что-то способен. И самая малость авиации у нас тоже есть. Ну, в общем-то, мы невероятно бедны. У нас сегодня невероятно мало. И вот нам дается ивент. Надо сказать, что у нас во Франции была. Смотрите-ка. Генетические лозунги. Эх, это мне что-то напоминает. Кстати говоря, можно поставить, я вижу, главу правительства. Здесь еще и здесь много чего переработано. И у нас сразу есть, у нас социализм, поэтому можно поставить бесплатно себе главу правительства от социалистов. Здесь и ванильных решений, кстати говоря, нету. Я так понимаю, вот эти вот и открывают нам какие-то новые решения. Ну, здесь, по крайней мере. Давайте посмотрим, что это нам дает. А, покупка снаряжения. Я понял. Любопытно. Военные учения тоже. Один опыт ежедневно. 30 дней, 30 опыта. Приятно. Приятные кнопки, на самом деле. Ну, что ж. Можем открыть остальные, потому что у нас пока политический фокус недоступен, видимо, что-то должно произойти. Можем посмотреть, что у нас здесь есть. И у нас тут куча исследований. Затем здесь очень жесткий, очень жесткий бах для нашего шпионского агентства. Просто безумный. Два оперативника, минус 50 спад сопротивления у нас. То есть мы нам очень жестко, очень жестко сопротивляемся. Еще плюс два оперативника. Это уже потом, я так понимаю, учение в шампании это что-то... Великие манеры. Ладно. Но я думаю, что это вряд ли начало войны, потому что в теории это не выглядит как... Как то, что развяжут войну, но мы провоцируем в Германию, видимо, эти. Тут сухопутная доктрина. Неплохой бафчик. Очень неплохой бафчик. Тут куча исследований. Здесь у нас как раз такие... А нет, я думал это концерн, но нет, это идеи. То есть это... Я же правильно понимаю, что это идеи. Да, это идеи. То есть это даст нам бафы кучи всего. О, прорыв 35, вон кавалерия. Добавна. Да, это даст очень приятные бафы для всей нашей танковой промышленности. И ватаризованный. Здесь командный ресурс. Полезно, но не слишком. Вот это нам, наверное, не стоит брать. Но здесь такие же бафы к пехоте полезные. Но в целом неплохо, я бы сказал. Но я думаю, это не все. Так, что у нас на море есть? Тоже военные игры атлантические. Простроен Британию. Стоимость морских бомбардировщиков. Это приятно. Потому что нам они, скорее всего, понадобятся. Морская пехота. Плюс 15 произведений верфи за 3 темп. Прикольно. И здесь организация флота. То есть, короче говоря, флот у нас тоже может быть неплохим. И с авиацией. Ну-ка, давайте посмотрим. Исследования, исследования. ПВО в каждой провинции. Это очень сильно. За 28 дней всего лишь. Транспорт минус 25% стоимость производства. Приятно. Радары в каждой провинции. Господи. Странс бомбардировка плюс 20%. Поддержка плюс 15%. Это очень сильно. И здесь. Это опять же идея. Опять же идея на истребителе. Плюс 15 защиты, атаки и маневренности. Идей. Напоминаю. Это не концерн нам выставляет какой-то. Это мы еще сверху добавляем себе концерн. Вот этот вот. На маневренность, атаку и дальность. Господи. Франция очень сильно. Ну, очевидно, что ей нужно быть сильной. Чтобы как-то сопротивляться Германии. Ну, или наоборот, атаковать Германию. Ведь, судя по всему, они здесь немножко поменялись ролями. Ну, я думаю, давайте-ка займемся как раз-таки ячейками, да. Ячейки шпионов нам, я думаю, очень пригодятся. И вместе с этим можно сделать себе разведку сразу. Но сразу будет 3, а потом и 5 оперативников. Это безумно сильно, и можно будет очень много чертежей красть. Новый фильм Чарли Чаплина выходит. Это прекрасно. Итак, дело Статавистского. Ого. В общем-то, какой-то у нас парень. Дел какие-то очень важные финансовые... Очень неприятные финансовые манипуляции. И из-за этого мы теряем социализм. Это у нас как раз-таки наша идеология. Теряем 250 политики и 15 популярности нашей партии. Что-то очень сильное. Так, тут. Вот, фигменты. Мне хочется их всех посмотреть. Землетрясение Хоксбэй в Новой Зеландии. Ужасно. Грустно. Протекторат Анатолия подчинится. Новое турецкое правительство. Ага, я понял. Кстати говоря, видите, да. Россия здесь контролирует Турцию. А Константинополь это свободный город и небольшие еще территории вокруг тоже. С гарантами независимости Британии, России и Греции. То есть они согласились сделать такую буферную зону, судя по всему. Премьера Дракулы. Кассовый фильм года. Здесь фильмы тоже делают. Но, видимо, здесь культура. Именно в США там есть баф эпоха Джаза. Здесь культура тоже очень, так сказать, про это говорят. Пьера Лавале уходит в отставку. Коррупционный скандал во Франции. Ничего себе. Ужасно, ужасно. А еще одного французского правительства. Видимо, французы здесь в протесты долго не сидят. Но у нас еще нету здесь фокусов. Слева. Поэтому мы продолжаем делать агентов. Но здесь я не вижу никаких изменений от ванилы. Все здесь дефолтно. Поэтому давайте-ка, наверное, возьмем... Блин, хотелось бы центро обучения. У нас в политике не будет брать агентов. Поэтому давайте вот сюда, наверное. Так, приходит новый у нас премьер-министр. Будем надеяться на лучшее. Ну, будем. Я все равно не знаю, что будет дальше. У них новый кимн. У американцев. Как скажете. Очень неудачная парламентская речь. Че только-только успел стать... А ну вот он, Леон Блун как раз-таки, да? Только успел стать главой правительства, как... На него совершено покушение. И зарезал. О, господи. Убит, например, министр Франции. 300 политки. Стабильность. Социализм опять минус. Политка опять минус. Какой ужас. Так, я тут смотрю, что нам дальше делать, пока политки нету. Можно пойти вот сюда. Здесь нам даются верфи. Но самое главное, дается еще фабрика и инфраструктура. В Нормандии и в Бульдерон. Давайте поэтому сюда и выйдем, в две фабрики. Все равно верфи нам тоже, в принципе, пригодятся. И инфраструктура тоже нужна. Ага, первоапрельская шутка. У нас новый премьер-министр. Третий раз в этом году. С менее радикальными взглядами. Пацифизм. Ну, давайте. Так наше соболезнование Никарагуа. Согласен. Новый правитель. Кстати говоря, Пафы приятные. Есть производительности. Это сильно. Итак, свержение испанского правительства. В каждом моде в Испании все равно гражданская война происходит, да? Не везет им, не везет им. В Санце обещает стабильность и возвращение в провале жизни. И вот уже гражданская война в Испании поехала. Это верно, было неизбежно. Мы никого поддержать не можем. Ну и ладно. Президентские выборы 1331 года. Ага, ага. Скрытым образом. Нового президента. Поль Думер. Ага. Теперь все наладится. Обязательно наладится. Приходит нам новость из Америки. У них проблемы с сельским хозяйством. Переезжают на запад в поисках работы. Ужас. Ужас. Но у нас все еще здесь недоступны фокусы слева. Поэтому мы идем сюда вот в микрофабрики и верфи. Итак, новое у нас ивенты. Остановление социального порядка. В Риме. Любопытно. И дилема в австрийском парламенте. В полном банкротстве Австрии. Ого. Ух, это звучит очень ужасно. Полна кризиса. Угу. В Германии не будут возвращены. В Германии не получат свои деньги от Австрии. Благодарю, в Германии сейчас тоже что-то начнется. Ну-ка. Освободный город Трист. Военный переворот. Ага. Вот. Ультиматурно французскому правительству. Выплатить в следующем году взнос репараций. Ужас. А, ну вот. Я как понял. Они не хотят наших денег, чтобы покрыть издержки. Из-за того, что Австрия обанкротилась. Ага. Радость, казалось, была бесконечной. Пока мы не получили ультиматум. Ага. Ну, у нас премьер-министр. Как раз-таки пацифист. И... У нас пошли дебаты. С поддержкой маршала Петена. Мы смогли отклонить. И революторизовать границу с Германией. Ого. И вот мы от великого унижения идем к хрупкому революторизму. Ну и сразу же давайте не будем оставлять эту границу неприкрытой. Пускай хотя бы какие-то войска у нас на границе находятся всегда. Французская вета. Германия не соблюдает Версальский договор. Демилитаризованную зону мы захватили. И это конец эпохи позора. Отлично. Кризис берет свое в Германии. Потому что окончательно... Ага. Начало окончательно разрешаться. Все больше количеств. Отлично. Потом Франция. Теперь Германия. Кто следующий? Ну, слушайте. У нас такого дебафа нету. Так что... Мы пока что живем. Но в Германии, конечно, да. Происходит ужас. И не хватает из-за того, что происходит. Мир Титальянского короля? Наебным убийце. Он был убит. Отлично. Нет, не отлично. Ладно. Ну-ка. Инвесторов Лондонской фоновой биржи? Безопасно. Ага. Лондонская биржа безопасна. Ну, вот что-то вот этот дебаф мне подсказывает. Что не так уж, что и безопасно. Веселый король Италии. Новый король. И черная пятница. Британские компании разоряются. Ну да. Не все так и плохо. Точнее, не все так и хорошо и в Британии. Но это, по-моему, немножко другое. Это не про эту экономику. Ну ладно. Получается, международный... Ага. Вот. И у нас он тоже дошел. И я так понимаю, сейчас у нас как раз таки и придет. Человек, который будет готов отомстить немцев. Пятый раз прелесть. Ну да. Аль Капона сужден. Но это не так интересно, как то, что у нас сейчас придет новый правитель к власти. Конец монархии Гасбургов. Это фото мне что-то напоминает. Успешный переворот против... Ха-ха-ха. Власти Кайзера Карла. Ого. И партия та же, я так понимаю. Ага. Кризис 300. Смотрим, что будет в мире. Ну да. Так, тут еще интересное событие у нас. Лайндрад затонул. Это ужасно и правда. А королевский военно-морской флот обанкротился? Ох. Вот что вы получаете, британцы. Отлично для Франции. Мы таких дебафов в себе не получаем. Все, у них нет денег на содержание флота. Забавно, что у Германии вроде как все еще есть, да? Или нету? Нет, они уже... Да, там, у них есть выбор. Отказаться от флота или поддержать его. Но они, видимо, отказались от него. Более того, кайзер отрекается от престола. Приходит следующий, легельм третий. А у нас во Франции пришло время льву взять вверх. Поехали. Маршал Питон захватил власть во Франции. Еще не было военного правительства. Но вот теперь будет. И теперь, я так понимаю, нам открываются... Да, открываются политические фокусы. Наконец-то. Ну и поехали. Будем... Я подумал, что было бы интересно пойти как раз таки в интегрализм. Здесь восстановление Бонапартов. Я примерно посмотрел, что здесь за пути есть. И давайте попробуем, наверное, остановить Бонапартов во Франции. В анархию. Наверное, пройдем мы куда-нибудь... Вот здесь какие-нибудь фокусы позабираем на чисто политку, стабильность и поддержку войны. А потом в промышленность. Потому что промышленные фокусы у нас просто безумно сильные. Так что их надо взять как можно раньше. И не хватало этого в мире. Как еще и в Китае началась очередная война. Причем трехсторонние. Все друг за другом воюют. Посмотрим, что там будет происходить. А Италия присоединилась к рифпакту. Господи, этот мод так сильно нравится. Здесь каждый момент что-то происходит. Возможно, позже количество событий будет уменьшено. Но пока что здесь прям контент насыщенный жесть. Что у нас первый год еще даже не закончился. А, ну, у нас уже куча контента произошла. Еще в Мексике закончилась гражданская война. Совесть восторжествовала над выгодой. Ну, я не знаю, что там, поэтому прокомментировать не могу. Так, смотрите-ка. Волнения на Британских островах начались. Зайпакт Британика. Но теперь уже нет. И, ух, как же там все плохо. Как же там все плохо. Просто безумно плохо. Это должно было произойти, да. Ирландия... Ирландия, как обычно. А вот здесь в России трагедия. Смерть последнего престола. Ужасно, ужасно. Срезаешь из дерева. Просто несчастный случай, я так понял. Я вот решил перепроверить, обязательно ли мне... Как мне дойти до этих фокусов? Ведь здесь, видите, есть фокус, так говорил P10. То есть, надо, действительно, туда пройти. Поэтому, да, здесь куча промышленности, куча инфраструктуры. Вот здесь вот просто безумное количество. Но давайте все-таки пройдем сюда, чтобы стабильность получить себе. И вот это все. Потому что с политкой у нас проблемы. Поэтому стоит с самого начала начать ее копить. Тут еще, видите, здесь прям есть на что ее тратить. Кстати говоря, у нас новый глава правительства. О, смотрите, как Германия усиливает дипломатическое влияние в государстве. А Российская империя... Я так понял, Германия хочет сдружить с Российской империей. Ну-ка, интересно. Так, мы распустили парламент. Парламент. И давайте дальше идем по фокусам нашим. Новый император России. Германский ультиматум. Иоанн VII. Решили выполнить все его требования, чтобы избрать войны. Уступив Данцик. Ага. Брежон сохраняется. И нет пока приказа сложить оружие. Ого, тут что происходит. И тем временем в Балканах. Что вот Королевство Югославии. Северо-Благофитерация стала Югославией. Новая конституция. Ух, мир прям, прям горит. Военно-морской флот пришел к власти в Японии. Ожидаемо. Мир прям горит. И это очень интересно. В Мексике же тем временем приходят консерваторы к власти. Да, надеемся, что гражданской войны не будет. Но меня, в принципе, не сильно волнует. Будет так будет. И нам главное во Франции, чтобы все хорошо было. Итак, очередное изменение политики. Югославия присоединилась к России. Ну забейте, Россия отдала территорию. Я только не понял. По пункту Данцик. Мне казалось, что он сразу там был. Еще один удар по финансам. Теперь из-за мексиканской вот этой вот проблемы. Теперь кризис с нефтью. Ужас. Кстати говоря, здесь очень классные советники. Посмотрите только на этого известного художника-интегралиста. И посмотрите на вот этих вот прекрасных главнокомандующих армий. Я считаю, каждый из них очень хорошо узнаваем. И можно будет... Давайте начнем с правительства. Я сейчас посмотрю, кто здесь есть, кого мы поставим. И поставим у себя безжалостного капиталиста. Я думаю, вы узнаете его по его миниатюре. Дает минус тнп, плюс пафик промышленности. Здесь есть и другие полезные парни, да? Вот этот допустим. Но я не очень уверен, насколько опасно брать советников не из тех, кем вы хотите быть. Но в любом случае, в лейте я точно хочу видеть его в нашем правительстве. Так что давайте его и поставим. А, мы можем еще больше выставить. Они всего 50 стоят. Прекрасно. Ну да, здесь очень много различных интересных личностей. Ну давайте вот потестим. Как раз таки поставим все вот этого еще парня на минус тнп. Тоже на плюс баф к производству. Вообще, судя по всему, промышленность здесь можно разогнать просто безумно. И в принципе здесь баф просто безумно много. И все страны безумно сильные. И это меня прям очень радует. И вот еще один советник у нас. Тоже минус тнп и 10 эффективных производства максимального. Это просто супер круто. Ну и плюс 5% прироста. Но у нас просто уже максимум по 60%. И это еще с вот этим минус 20. То есть у нас он будет 80 просто уже. Еще даже без техов. Поскольку это безумно сильно. Вот так. Так говорил Петер, ну мы взяли. И теперь у нас либо республиканские идеи будут отвергнуты. И мы пойдем сюда, либо в республику. Ну и как я и говорил, мы пойдем в старые добрые времена. Но, но. Перед этим мы пойдем вот качать сюда промышленность. Потому что теперь мы уже можем полностью здесь все выкачать. Ну да. А здесь промышленности просто безумно много. Так что, ну. Открыты еще решения экономика какие-то. Так что поехали. Ну я думаю, мы на этом закончим нашу первую серию. Прошел всего год. Но просто событий настолько много. И это настолько интересно. Мод выглядит просто шикарным. Я обязательно думаю, поиграю в этот мод. Еще за Германию, за Россию, за Японию. Возможно за США и за Британию. И вполне вероятно, что за Италию и Австрию тоже. Очень интересные у них у всех линейки на первый взгляд. А с вами был Ребят Доплэй. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.